А теперь подробнее об этих и других новостях. Глава округа Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. Вопросы озвучивали по телефону прямого эфира и задавали в социальных сетях. О том, что беспокоит граждан, узнали мои коллеги. Из-за пандемии встреча проходит в онлайн-режиме. Прежде чем приступить к ответам, глава округа рассказал о ситуации с распространением коронавируса и напомнил об актуальности вакцинации. На сегодняшний день у нас заболевшие 35 975 человек. Единственный способ остановить пандемию – это вакцинация. Поэтому у нас для этого созданы все необходимые условия. К сожалению, болеют и молодые люди, в том числе подростки и дети. Поэтому принято решение о вакцинации детей от 12 до 17 лет. Если ребенку нет 15 лет, необходимо письменное согласие родителей. Вопрос о наличии в медицинских учреждениях вакцины «Спутник Лайт» был одним из главных. «Спутник Лайт» есть, есть во всех поликлиниках. Поэтому, пожалуйста, приходите на вакцинацию. Мы привезем ее в термоконтейнеры на вакцинации в торговый центр. Нехватка парковочных мест, качество уборки автомобилях дорог и дворовых территорий от снега и наледи – эта тема сейчас не менее актуальна. Согласно регламенту, который она восстанавливает Московская область, у нас входная группа и прилегающие тротуары к жилым домам должны быть очищены полностью под асфальт. Еще одна тема, которая волнует люберчан – транспортное обслуживание. На территорию округа задействованы 736 рейсовых автобусов и маршрутных такси. Недобросовестных водителей, которые допускают нарушения, наказывают. 1 августа 2021 года по настоящее время 62 водителя привлечены к дисциплинарной ответственности и уволено 29. Онлайн-встреча продлилась больше часа. Все обращения занесли в протокол и приняли в работу. Наиболее острые вопросы глава взял под личный контроль.